Привет всем любителям шахмат. Сегодня у нас новое видео и тема слон против пешки в эндшпиле. Речь пойдет о том, что у одной из сторон будет лишний слон, но позиция будет с так называемыми техническими трудностями. Все внимание на экран. В этой позиции ход белых, как мы видим у них лишний слон, но позиция не так однозначна, поскольку мы знаем, что поле превращения пешки А2 белого цвета, а слон на А3 чернопольный. Поэтому если черный король успеет прибежать к полю А8, тогда будет ничья. Поэтому задача белых заключается в том, чтобы не пустить черного короля туда. При этом надо обязательно заметить, что все-таки белый король достаточно далеко находится. Если белый будет его подключать к игре, то однозначно они ничего не успеют. Черный король прибежит на поле А8 и будет ничья. Поэтому белым нужно действовать достаточно активно и они сразу же стараются провести свою пешку. Слон Б4. Король Ф7, А4. Ну, ходы в принципе естественные, понятные. Теперь черному королю нет смысла оббегать через Е6, Д5. Более короткая идея через Е8. Опять король Д8. Ну вот здесь вот не трудно догадаться, что если мы сразу толкнем пешку А6, тогда будет ход король С7. Черный король успеет прибежать, а значит будет ничья. Поэтому действовать нужно слоном и отрезать черному королю пути прохода к белой пешке. Именно ход слон Д6. Мы отрезаем очень важную клетку С7. И теперь король, конечно же, придет на С8, но ход А6. И как мы видим, все поля у черного короля отобраны. Черным невыгодно ходить. Король Д8. А это значит, что черные проиграли и белая пешка прошла. Если бы, допустим, белые в начале партии потеряли бы один ход, допустим, король Ж7, то позиция была бы ничейная. Несмотря на то, что у белых лишний слон, позиция неоднозначная. Поскольку нужно смотреть на цвет поля превращения пешки. Давайте взглянем на еще одну позицию. Эта позиция тоже, на первый взгляд, выглядит очень простой, но нужно знать идею. Если бы в этой позиции не было бы пешки Ж7, тогда была бы ничья. Но черным своя же пешка будет мешать. Давайте взглянем, что здесь нужно делать белыми. Ну, во-первых, слон с пешкой ничего не сделают. Нужно подтащить короля. Однозначно король Д4. Черные сопротивляются. Встает так называемую оппозицию. Король Е4, король Е6. Король Ф4, король Ф6. Здесь все понятно. Но у белых лишние фигуры. Ее надо использовать. Поэтому ход слона Ф5. Мы видим, что слон брал две важные клеточки у короля. Он вынужден спуститься на одну линию назад. И белый король уже встает на пятую линию. Мы поддавливаем черного короля. Наша задача завести его на пункт Х8. Запотовать его. И сделать так, чтобы в этот момент он пошел пешкой. Ж7. Ему это будет делать невыгодно. И белый тогда выигрывает партию. Но не все так просто. Король Е5, король Ж8. Ну, однозначно, что здесь были другие ходы у черных. Но на короле Ф8 последовало бы слон Ж7. И все равно рано или поздно мы бы с помощью короля и слона вытеснили. Поэтому сразу король Е6, король Ф8. Слон Ж6. Не пускаем короля. И потихоньку отрезаем короля в бок. Король Ж8, слон Ф7, король Х7, король Ф8. Практически все поля отобраны. Король Х8, ну и слон Ж8. Отобрали мы последнюю клеточку у короля. И теперь черные в так называемой цукцванге нужно делать ход либо Ж6, либо Ж5. Оба ходы будут для них невыгодны. А это значит, что они теряют пешку. И белая пешка теперь с линии Х перемещается на линию Ж. А это значит, что она скорее всего пройдет в ферзи. И черный король помешать ей не сможет. Единственный ход Х5. Ну и вдобавок еще и черные получают мат. Ж7 это атака на короля. И некуда черному бежать. То есть изначально, как мы видим, позиция была с лишней фигурой. Но если бы не было пешки Ж7, если бы мы не знали бы вот эту идею запатывания короля, тогда возможно наша партия закончилась бы в ничью. Ну и третий пример. Третий пример это партия Батвиникс-Мыслов. Четвертая партия матча на первенство мира. Москва, 1958 год. Ну что ж, идет 79-й ход. Партия затянулась. Ну и здесь мы как раз таки увидим, что лишняя фигура черным не помогла. И на доске ничья. Последовало в партии слон Ж6. Ну на С1 отходить совсем грустно, потому что король тогда не пройдет к пешке. Вот через поле С1, Б1 и А1. Поскольку поле Б7 контролируется слоном. Поэтому король С3. И слон Ф7. Вот это очень важный ход. Вот черные стараются как-то препятствовать, построить некоторый забор для белого короля. Ну допустим на король Б4 могло бы последовать слон Б3. Тогда у белых есть шансы проиграть эту партию. Но король С2. Делают все белые правильно. Слона 2. Стараются не пускать белого короля. Теперь уже черные по идее готовы подтащить своего короля поближе. Отъесть пешку Б2. И с помощью так называемого забора. Ну вот условно если пешка стоять будет на А3. Мы забираем все клеточки. И не может подойти белый король. И партию мы выиграли. Но в этот момент белый ходит Б4. И как бы теперь не сходили черные. Партия к сожалению не выиграла для них. Поскольку белая пешка тоже опасная. Ну допустим ход А3. И тогда все поля мы казалось бы у белого короля отобрали. Но пешка А проскакивает. Пешка Б4 становится очень мощной. Король на Ж1 не в квадрате. И белые партию выигрывают. Ну или сводят ничью. Но тогда слон должен возвращаться. Допустим на поле Д5. Но контроль над пешкой А3 потерян. Это акиротическое ничья. Либо тогда брать. Но король Б2 здесь выясняется тоже. Что не так-то просто будет вытеснить. Короля отсюда. Значит тоже это теоретическое ничья. Ну что ж. Спасибо всем за внимание. Тема очень непростая. Кто что-то не понял. Можете писать вопросы под видео. В комментариях. Либо посмотреть еще раз это видео. В повторе. Оставайтесь с нами на одной волне. Подписывайтесь на наш канал. И пока-пока.